Хм, здравствуйте, друзья, с вами, как всегда, Андрей Доцент, и это Трансформеры. Войны на земле мы продолжаем. Ну что, завершился ивент, собрали награды, которые были, так сказать, доступны нам по мере наших сил, и можем позволить себе открыть еще несколько кристальчиков, что, собственно, давайте и сделаем. Ну, сначала, я думаю, надо, да, собрать все ресурсы, а их у нас немало, но надо еще больше. Так, в общем, вот как-то так вот. Ну, давайте, собственно, приступим к кристаллам. Забираем вот здесь кристалл, отлично, причем давайте еще купим два премиум кристалла, почему бы и нет. Нам все-таки в конечном счете надо стремиться получить хотя бы одного гештальта, нет-нет, а это будет очень грозная сила. Хотя, судя по комментариям некоторых, возможно, не такая грозная, но хотя бы наличие какого-никакого гештальта дает нам ощущение того, что у нас есть вроде как козырь в рукаве, да? Туз какой-никакой. Ну, да, давайте будем открывать. Используем кристаллы и посмотрим, что же у нас там. Ну, как обычно, начнем с самых таких фиолетовых, будем двигаться слева направо, погнали. О, ну, фиолетовый кримзик, собственно, из фиолетового кристалла, тут ничего другого и быть не могло. И акула фиолетовая, нормально, все фиолетовое. Еще чуть-чуть, и у меня будет такое же настроение. О, две тысячи исключу, тоже что ли фиолетовое? Так, о, ну, наконец-то, разнообразие! Вылетел этот панцирь Донателло, походу, как раз фиолетовая повязка, это не щит, это панцирь Донателло. Вылетел. Давайте сразу черепашку ниндзя, мне сюда. Так, фиолетовый. Ой, белый кримзик, нормально. Вот это другое дело. Кстати, у нас есть еще чип силового ядра первого поколения, бронза. Можно, в принципе, попробовать открыть, почему бы нет. Давайте откроем, может быть, что-нибудь интересное выпадет. Ну-ка. Прол первого поколения увеличивает урон особого умения на 3% и поджигает цель, причиняя 12% дополнительного урона в течение 6 секунд. Ну что, нормально. У нас как раз вроде Прол есть, вот мы ему, собственно, и дадим это дело. Ну давайте откроем премиум кристаллы, глянем, что же у нас там. Э? Блин, а... Господи, Прол! Да ты так... И Прол первого поколения вылетел, аж 3 штуки. Вообще, это как так все рассчит... Нет, вы представляете, да? Открыл разные кристаллы и в систему так все рассчитала, чтобы наименее хреновый вариант получился. Точнее, наиболее хреновый вариант. Если правильнее выразиться. Получается, и тот кристалл улетел в никуда, и этот сюда же. Обалдеть, а? Две звезды. Премиум кристалл. Класс! Ой, Бамблби! Две звезды. Нет, ребят, ну это как бы тут все ясно. Те, которые не донатят, им никогда ничего не выпадет дельного. Это как бы уже проверено временем, практикой. Вон там сколько? Хренадцать серий уже, что по той игре про трансформеров, что по этой. Ни шиша суть не меняется. Везде одно и то же. Куда ни сунься. Ну ладно. Так, давайте-ка мы хотя бы проулу это... Ядро вставим на выбор. Из четырех штук. Надо все четыре запихнуть. Может быть хотя бы это как-то окупит все это. Ну, проул, где-то... Нет, это не проул. Постойте, а у меня же был проул. Или не... А нет, был, да. Был, был, был. У меня же дубль вылетел. А вопрос только в том, где он? Уилл, джек, рэчет, хаффер, пайп, скайдайв. О! Эх! Силовое ядро. Летучая смесь. Где проула ядра? Просто четыре ядра проула первого поколения. Вы представляете, да? Это... Ой, господи, а? Как бы мне бы этот портал бы... Я бы, знаете ли, если бы тут можно было бы, я бы команду отдал бы и разломал бы этот портал ко всем чертям. Ну это просто издевательство. Вот так вот если подумать, это вообще... Ну да, ладно. Оптимус завещал держаться, так сказать, не поддаваться эмоциям, и сам отправился в склад на Энергона. Вместе со вторым Оптимусом, кстати, как Вера написали в комментариях, у него теперь появился собутыльник. Кто же еще, как не второй прайм, более прокачанный, которому потребуется большее количество Энергона? Ну давай, проула, опционально. Ну? О, руки трясутся. Ты что, с Оптимусом, что ли? О, прол. И у него сразу окантовка появилась такая, как будто он прямо из комикса выбрался. Ну вы как и писали в комментариях, что если добавить эту окантовочку, то будет вот такой вот эффект у нас, как бы. Забавно. А если я так гляну? Постойте, постойте, постойте. А, надо так выбрать. Стойте, надо выбрать. Во, можно вот так вот. Так. Ролл. Во. Ну реально, как будто прямо из комиксов выбрался. В теории, если всем пихнуть, у меня тут сразу получится какая-то это. Комикс-версия. А водку просто добавили и все. Ну ладно, и так пойдет. Да. Кстати, у нас же есть еще один интересный режим тут. Новые силовые ядра. Гримлок первого поколения, Эрзер Клоу первого поколения. Плюс Айрон Хайт. Первое поколение Бладжин. Урон Пролл. Ходспот. Интересно. Давайте-ка глянем. Гримлок. Увеличивает урон особого умения и создает щит. Нормально. Айрон Хайт. Здоровье бота. Ага. То есть здоровье, ну танкует, короче. По сути. Пролл. Так, ну это мы читали. И Ходспот. Постоянный щит, который обратно отражает. Ну давайте посмотрим. Они сейчас все, наверное, будут как из комиксов. Да? Да? Угу. Ничего себе Гримлок, блин. Такого бы Гримлока в отряд. Вихрь Клинков бросается в бой, попутно уничтожая все стены. Все стены. Только у Гримлока, по-моему, посерьезнее, чем у Айрон Хайда будет. По сути, это тот же Айрон Хайт, только помощнее. Отражающий щит. И постоянный щит, и еще такой, короче, вообще все отражать будем. Ну, да. Ну давайте так. Гримлок. Давай, Гримлок, в атаку. Фух, ничего себе. Вот это он ускорился. Давай, Гримлок, тащи. Тащи, Гримлок, вы все как из комиксов. О. Хотя бы на Гримлока в действии посмотреть-то хоть, как он. Но учитывая его показатели, видно, что он чертовски силен. Ой. Ой. Ой, блин. А че все в Гримлок это летит? Кошмар. Ну, будем надеяться, что это. Щит помогет. Давайте быстрее там, ну, уничтожайте. Надо сжахнуть сюда как следует. Так. Во. Нюкась. Гримлок, помогай. Во. Черт один загнулся. Загнулись. Ну, Фроул, хотя бы ты давай. Все, Гримлоку хвост отстрелили. Ёлки. Нихрена себе он завалился на бок. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, караул. Эх, блин. Аренхайд такая атака просто. Ну, давай, Аренхайд, по старинке врежься. Всю базу раздолбали. Ничего себе. Ну, нормально. Пойдет. Не, ну, Гримлок, конечно, прям это, учитывая, что тут все на максимум вкачано. То есть, выбираем между Аренхайдом и Гримлоком, придется выбирать все-таки Гримлок, он будет посерьезнее в этом плане. Хм, однако есть забавная. Вот такие дела. Ну, ладно, друзья, давайте-ка закончим тут и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения, связанных с Трансформерами, снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент, храни вас Праймус с Юникроном. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok